Девушки отдыхают Девушки отдыхают Силы команде не прибавляют Рапортую, что средняя вера Комментаторов в Роксов Сейчас где-то на Не знаю, сильно поубавилось Два из десяти может быть На победу в этой серии Потому что после такой первой игры Ожидать, что Роксы сейчас смогут навязать Две хорошие борьбы Не знаю, друзья Время покажет Конечно, более сильная команда Одерживает победу В частности, эта серия не БО1 А БО3 Но пока Одна победа из четырех Роксов И то тогда, когда Вега Не смогла Додавить Дожать Тем уж более Джаст себя сейчас показывают Наверное, даже более уверенным Чем Вега То есть, с одной стороны Джаст смогли Посмотреть, как играют Роксы Может быть, это повлияло С другой стороны Все-таки Джасты Ну, там тоже Со средней мэлл Скорее всего, в порядке И Очень уверенно Очень уверенно В Лексе с Кинзу Они все там возле Челленджера И даже в нем Там все Тайки тоже Они ниже мастер-тира Зачастую не опускаются Паранойя тоже, да Паранойя тоже Вечно в мастер-тире Там точно аккаунтов Не много Вот Я бы хотел что-то отметить День сегодня удивительный Первый день Групповой стадии Удивила Вега Удивила Вега Знаешь, если бы Сегодня играли хорошо Роксы И два Стампа, например То от завтрашнего дня Гамбиты застампят А тем интереснее Завтрашний день Потому что завтра Гамбиты им 19 День будут открывать Матч будет интригующий Кто знает Может быть, завтра им 19 Гамбитов переиграют Тоже Это много вопросов И ответы уже совсем скоро Мы получим Вега сегодня удивила Молодцы Роксы, конечно, да Расстраивают Но Джаст Стартанули первую игру Прекрасно Сетап был Разительно отличался От того, чем играли Вега и Рокс В первой игре Это Ирелия Ассасин Это Ясо Ассасин Это Талия Которая Ассасин Ставка на Сноуббол ранней стадии И Тайки Выполнял функции Разгона Всех ключевых чемпионов Паранойя Роумил На Ирелии Передвигался Не пытался Знаешь, вот есть некоторые Игроки На Ассасинах На какие-нибудь физы Или бланки Неважно На центральной линии Ирелия сейчас Они пытаются Именно линию свою победить Прямо весь упор На то, чтобы Переграть оппонента А не на то, чтобы Пароумить, например На роуме тоже можно Лутать киллы И там, возможно, ты На центральной линии Ты всегда получишь Одно убийство А роуме на какую-нибудь Нижнюю линию Это уже Минимум два А если будет лесник То три Если телепорт на топера Потенциально четыре Конечно, не все Может достаться тебе С учетом чего-то Ты можешь получить Я люблю, когда ты Хватаешь за математику Когда знаешь, типа Роум на бот Это же минимум два убийства Это прекрасно Я тогда только на бот и роумил Друзья, роумите на бот Там минимум два убийства Можно взять Там, правда, можно Умереть просто Зарезано быть под вышкой Здорово зароумил И ты один на бите потерял Это вообще Прекрасный тогда Замечательный роум Я считаю Что ж Team Just Опять у нас На синей стороне А, так если Прошлый сезон, кстати Team Just Тоже агрессивно стартовали У них же TF был В одной из первых игр Они же с TF играли В неделю стартанули Так себе, конечно Но Они тоже вот С таких агрессивных стратегий Начинали сезон Потом потихонечку Потихонечку Ближе к лейтгейму То есть там Rice плюс Jinx Такие сетапчики Они начали выбирать А вот поначалу Они там очень агрессивно играли И сейчас то же самое На Open Cup Что ж Талью блокирует Рокс Владимир На красной стороне Кстати, так же Что будут пикать Team Just Друзья Как вы думаете Пока Ирелия открыта Кстати Можно в ферстпик Ее забирать Например Ой, не Талья А, я Ирелия сказал Все правильно Ирелия может достаться Команде Just Паранойю Кинзу Почему сами Зою банят? Интересно Не хотят, наверное Чтобы Паранойю на Зою Возможно играла Может у них какой-то есть план Здесь банят Ноктюр А теперь сами Рокс Видно, что у них есть план Раз Сами Рокс Закрывает себе Ноктюрна Да Все игры до Банили именно против Занзы Сейчас же сам Занза блокирует Ноктюрну Опять Людсен? Только уже для Кинзу А не для Гаджета А я имя на ферстпике На первой фазе драфта Но остался Трандл до сих пор Про него забывать не стоит Потому что Трандл Уверенно себя показал В первой серии игры Дамы и господа Он в первых двух играх Одержал обе победы Ну пока на этом все Пока на этом все Пока на этом все Как-то Роксы сейчас Они очень долго думают Над пиками Прям очень долго То есть Вот начинают По сути, наверное Экспериментировать Уже прям на ходу То есть Ирелия Понятно, что Трайв Солку 100% Играл на Ирелии И Гаджет Скорее всего Тоже на него может сыграть Но С учетом того Что в первой серии Они даже не пытались Как-то за нее побороться То сейчас вот они ее забирают Посмотрим, как исполнят Посмотрим, как исполнят И что Тим Джаз Будет сейчас брать В той же самой Рейли Райза Показывает И забирают Райза себе Берут Райза Все-таки, да Какой он Трандл Наверное, Трандл Во-первых, для Тайки Во-вторых, против Рейли Браумов Очень хорошо работает Этот Лесник Но с другой стороны Они тогда В принципе там Все карты раскроют Да, то есть Райза тоже На бот, наверное, не отправишь Потому что там должен быть Люциан Если ты возьмешь сейчас Трандла То это Ты покажешь, что Люциан Уже не блестся С мейтом С саппортом на миде Это уже Уже в принципе понятно Все Сами берут Трандла Да, это будет Трандл На позиции леса Райз, мид и Люциан Ну все Здесь уже все понятно Осталось только узнать Что на саппорта И топ доберут Игры вся забирает Снова для Занзы В прошлой игре Не смог он себе показать Может ли Лексус Играть на Трандле Саппорте, Дмитрий Как ты думаешь? Я думаю, вряд ли Наверное, может Смотри, Браумов Вообще как бы Его пул располагает Для этого чемпиона Но Есть ли в этом смысл? Нет, наверное Наверное, нет Может быть и так Против Браумов Хотя с другой стороны Матчап Это неплохой Если тем более Еще какую-то релью На бет отправит Против двух милишников Трандл себя Совсем хорошо будет Чувствовать Но я думаю, что Нет Думаю, что Что-то другое возьмут Какой-нибудь там Кенча может быть Для Лексуса Либо какую-нибудь Вообще Жанну Внезапно У нас появится Жанна против этих Трех героев Работает неплохо Тем более Люсанна-то не будет Уже И Трэша И Пайка То есть Ничего агрессивного Не будет Пока баны идут Чогат Кайса Не хотят отдавать Кайсу Для гаджета Да Чтоб вот там Ничего не фармил Синжа-то побояться Ну правильно, да Атом слишком хорош Был на Синжите Нет, конечно Здесь Грейвс уже есть Поэтому Кайса Могла пойти Только на позицию Адекэри Да, здесь Синжи-то еще Боятся от Атома Слишком хорошим Был в первой игре Он там Мумуса Уничтожил Прям Ну Мумус там Сам тоже Придумал Топор Который Кинул в лес Да, было такое Если по прошлому сезону Атом Регулярку провел Ну средне Прям Ну прям средне Начало было Ой Вообще Да, да, да Там прям Начало было такое Что можно было Подумать, что Атом игрок Не такого уровня Какого он есть На самом деле Потому что в итоге Он себя показал Очень здорово Но старт был откровенно Неудачный Тот телепорт Загнар Адмитрий Я никогда не забуду его Когда можно было Сторон забрать А вот в матче За третье место Да и Тайки за Зака Тоже там Было дело, да А вот в матче За третье место Против М19 Атом на Владимире Там две катки Последние Вообще в соло Просто И с Ворфа переиграл Без шансов И конечно Закончил сезон Атом на мажорной ноте И да и вообще В целом команда Джаст Крокодил может появиться Думают, что Ирелия на топ Но мне кажется А хотя Знаешь, с таким сетапом Как бы С таким сетапом Надо максимально просто Давить Надо максимально давить Сейчас нужно Ирелию Отправлять на АД Нежелательно Ставить ее против Ринниктона Во-первых Там Трандл Ринниктон Это для Ирелии Жизни нет На топе вообще С учетом того Что Тайки в прошлой игре Два раза на топ Заходил За первые 10 минут Поэтому Ирелию на бот И брать какого-то топера Который будет против Ринниктона Стоять Вот это Если это Орн АД То Ирелия будет терпеть Если это Орн топ То это хороший матчап для Орна То есть там Можно потерпеть Можно хорошо постоять Ну да А нет, все окей Нет, ну Кассиопея вряд ли пойдет с Браумом То есть в чем смысл Как бы Станет с А Карма Орн? Нет, Карма еще понятно Но Кассиопея Как она с Браумом вообще работает? С автоатакой она? Подожди А Орн плюс Карма как работает? Дмитрий Орн плюс Карма работает так Как решили Роксы Но Не, ну знаешь Это было взято для именно командных драк Для командного сноубола Ранней стадии Райс, да Против Кассиопея отправляет здесь Люциана А Райс будет на нижней линии Это неплохо Райс с Морганой хорошо работают вместе Да, это очень интересно Я бы сказал так Это очень интересно Стал спламенением, кстати, Люциан А там очищение Дмитрий Я за Люциана на меде Просто без кулдауна играю Без кулдауна Слишком сильно линию давит Слишком сильно линию давит Атакует С Ешки Второй уровень Сразу врываешься Начинаешь расстреливать Это имеет смысл Если хочешь сдавить в Верли И посмотрим Получится ли это у команды Teamjust Потому что в первой игре Не было какого-то такого жесткого Именно early пика Да, но так получилось Что игра быстро закончилась Сейчас Именно на это и есть давление Потому что Люциан А мед берется именно для давления Верли-гейме В принципе Как и Ренингтон Берется на верхнюю линию Для этой же причины Да, тем более у них есть Трандл Который в ранней стадии Тоже может заходить И В ранней стадии Очень сильно У Джаст опять Прямо очень сильно И тут Занзи нужно Нужно этого Трандла Как-то гонять Нужно не давать ему Выходить на ганки Нужно подлавливать его А не Подлавливаться Как в прошлой игре Поэтому здесь От Занзи очень много зависит И если раннюю стадию Он проиграет То скорее всего Опять инициативу захватят Джаста По первой игре Было видно Что Джаст Ни в коем случае Отпускать не будут Что ж Начинается вторая игра Дамы и господа Это Тим Джаст Против Рокс Инвейд идет На верхнюю линию Сейчас от команды Тим Джаст Мумус Пытается здесь Все прочекать И в итоге Прочекивает Пилар кстати Тайки не хочет брать Ой какой Хороший Байдинг От Морганы Но Мумус Все равно выживает А может быть и нет Мумус не выживает Дмитрий Тим Джаст Берет убийство И я не могу сказать Что я сильно расстроен Этому А знаешь почему Дмитрий Потому что 5 скачков Нет Нет Почему Потому что Рокс Сыграли 3 игры так Что я уже и не знаю Есть ли у них Какие-либо ауты Поэтому сейчас Даже 5 скачков Ты бы отдал 5 скачков Вот ты тренер Дмитрий Ты тренер Ты бы отдал 5 скачков За ФБ 5 скачков Против одного И ФБ Нет Не стоит того Хорошо Тогда ты Никто Дмитрий Ты бы отдал 4 скачка Своих тиммейтер Чтобы получить ФБ Смотри сейчас Что может произойти Нет скачков Вообще у команды Джаст Прекрасный здесь Трап от Роксов Тут как бы можно По кому угодно Сейчас играть Прекрасная шишка Тайки здесь погибает Изнурение по нему прошло А тут раума Забирают Это все-таки 2-2 Размен в итоге Собрал кстати Люциан Воспламенением Убийство Здесь Это неприятно Здесь кстати еще Паранойя может И по правилу стрелять Там зонит Лексуса Гаджет Гаджет здесь Лексуса не пропустит К этому красному усилению И Занза его забирает Вот это кстати Инвейд Который Ты теряешь скачки На инвейде Кинзу кстати С рунию клеткой играет По гаджету зашло Ой Презупречный дуэт Прекрасный От гаджета Добьют или добиваются Со скачка здесь Занзара Под красным усилением Убивают этого райза И он сейчас без телепорта Не сможет фармить С другой стороны Дмитрий Люциан имеет 2 убийства Это плюс Ого смотри То о чем я говорил Видишь Прыжок Три удара Но он еще в ловл 2 Получил быстрее Да Люциан Два с половиной удара Да Люциан Тем более он сапог имеет Поэтому ему Еще проще такие драки Трейды Трейды навязывать Люциан 2-0 Это плюс 2-0 От Занзарах Это огромный минус Тем более Когда Трандал И он имеет два содействия Только Краба забирает Пока в принципе Ничего страшного На красное усиление Занзы идут Вот и сейчас Нужно Траю с Занзой идти И дефить Это красное усиление Неужели с Занзой пойдет Просто лицом Чекать куст Ну нет Нельзя В верхний лес Просто нельзя идти Это все Там запрет стоит Это правда Там закрыто Там закрыто Поэтому Знаешь Юрий Я внимательно Я слушаю тебя Сейчас так внимательно Как не слушал никогда Пять скачков Отдать Это возможно Не так плохо Но перед этим Наверное Кто-то один Должен быть Тем игроком Который поставит ТТ На красную усиление Потому что Ой Здесь паранойя Может погибнуть Паранойя сильно встревает Здесь Дамы и господа Что же делать Что же делать Да Пытались здесь разыграть Хороший ром от Савиора И здесь забирают его Не было скачков паранойи Из инвейда А у Трая был И он спокойно Вышел здесь Потратив свой Да Это очень не ворс Сейчас для джастов Друзья Почему Потому что Два убийства Уже были паранойей Дмитрий Но Отдавать преимущество Ни в коем случае нельзя И теперь Трая себя будет Прекрасно чувствовать Почему Потому что Есть изнурение Он играет На Кассиопее Он имеет 20 миньонов В отличие от тех 10 Которые имеет сейчас Паранойя Слеза богини Вредоносное зелье Если сильно не поставляться То будет все здорово Играют Роксы Сейчас поджаст Кинзу Стревает Кинзу может погибнуть Дмитрий И ты правильно говорил о том Что не стал бы отдавать 5 скачков За Ферсблат Потому что Счет 5-2 И Роксы Очень сильно Сейчас впереди Да Причем Против вас еще и Рейли Играет с Браумом Против которых Желательно иметь скачок Там Кассиопея с Грифсом Тоже неприятно Но в общем Вы еще потенциал свой на линии Немножко убиваете Играя на том же Ленинтоне Без скачка Ты не можешь там играть Супер агрессивно Ну Атом конечно играет Но это очень рискованно То есть Если сейчас бы был Здесь Занзара Где-то неподалеку Как вы видите Вижна на верхней линии нет Вышел Грейфс Атом умер Все там Скачка нет Дэш он потратил Легчайшее убийство И то же самое В принципе на любой линии Вот Савер пошел С бота на мид пришел Убил паранойю Так что Это ФБ Пока По факту То что мы видим Того не стоило И контр инвейтраксы Прекрасно устроили На А здесь Паранойя очень агрессивно Играл Понимая что у него Тайки на линию выходят Но тут Савер был тут как тут И скачок И восстановление свое Потратил ради этого убийства Тут прекрасный Безупречный дуэт был От гаджета Ну и все Здесь еще Напрыгнул Савер на эту рейлю Повесил метку И просто На стак или стак Кинзу получил стан И просто погиб Ну 0-3 На райзе На 5-20 Это не совсем то Что вы хотели бы слышать От своего райза И видеть Потому что Слишком сильно Чемпион зависит От уровня И предметов И когда ты 0-3 Ты банально не можешь Миньонов добывать Потому что ты Очень много Отсутствуешь На своей линии Мне нравится Как у всех Сейчас членов команды Джаст Практически в одну секунду Откатываются скачки Там у Лекси За секунд На 5 быстрее Потом сейчас у Кинзу Потом у Пары Потом у Тайки У этого самого Наверное быстрого Было Потому что Самый первый Его прожал И вот теперь У них появляются Опции Возможно он просто Космическое знание берет Тоже да 5% все таки Кто? Крок или Морган? Морган Морган да Морган 100% Печенька Печенька А вот он кстати взял Там секундомер Секундомер Или 5 Как раз таки КДРа Либо печенька Теперь вот будем следить На 9 Будет ли печенька у него Если появится То Я не видел печенька Ни на 3 Ни на 6 Смотри Если бы он у него был на 6 Он бы вряд ли юзал Потому что он фуллман и фулл хп Логично Логика Дмитрий Это очень важно Пытается агрессивно играть На нижней линии Тим Джаст Гаджет запрыгивает вперед Моргану он убивает Но скорее всего Здесь уже не выйдет Идет телепорт Отменять наверное нужно Атом прилетает Радио содействие Тут еще по Савиору играет У которого нет скачка Стана не будет Да? Не понимаю А нет Вот он есть Длительность была Да И это хороший Хороший мув А не Ботлэнд свой камбэк Немного иначе 2 на 2 шансов У Ирэлли выиграть нету Тем более с Браумом Моргану совсем избили То есть там Во-первых Метка кстати от Браума была Во-вторых Еще безбрежным дуэтом Гаджет застанет И Кинзу И Моргану Ну Гаджет конечно хорош На Ирэлли Но тут телепорты Смотрим Да ультует Получает сразу Ярость Правильно это Ты же у нас Мастер Я не мастер на Кроке Уже То есть там В третьем сезоне Был мастером На Кроке Сейчас уже Такой любитель Знаешь там Поигрываю иногда Когда Какую-нибудь Дариуса вижу А вот кстати Помнишь мы разговаривали Какой чемпион против Дариуса Вот Ренихтон Это наверное Один из единственных Кто не испытывает проблем Нормально работает Вообще Да идеально Марин уже как раз Чемпион мира стал Вот на Когда вот эти были Джекернауты очень сильные Когда их реворкнули Начнем с Гаррона Которого никогда не брали А вот Дариус И Был хорош в те времена И вот Крок Как раз таки Единственным ответом был Рабочим Против этого героя Сейчас потихоньку Мета Располагает Для рига О-о-о-о! Гаджет! Острее авангарда не попадает от релли. И поэтому потенциал дайва сейчас резко понизился. Будут пытаться, наверное, продавливать вышку. Кинзу пятый, Лексус четвертый. Их можно все еще дайвить, если какой-нибудь стан зайдет. Но это уже очень трудно будет делать, потому что, смотри, гаджет без скачка. То есть начинать танковать ему, ну, очень невыгодно, не хотелось бы. Да. Какую-нибудь Савиору тоже не очень хочется. Пятый уровень. Ну, в общем, отступили. Вышку там немного похарасили и отступили сразу. Брался Людсан, чтобы давить. В итоге он не задавил, но это все. Ну, все. Развернуться он не может. Он развернется, получит ульту. Если даже не получит ульту, он получит экзост. Да, отстрела у него нету, поэтому не может ультимейтом хотя бы похарасить Трай. Поэтому сейчас, конечно, сложно, сложно паранойи. Раскрываться, значит, будет чуть попозже. Предметы получишь, какой-нибудь клинок, и только потом уже, наверное, можно играть. На ромах что-то получать. Один на один против Кассиопеи будет сложно. Там потеряна глава уже, есть капли, и все стакается. КДР какой-то получен 10%. Сейчас. А вот он, кстати, ультанул. Так, и он ультанул, и, ну... Выбил ульту тоже. Нет, он ультанул, надо было Трай максимально идти вперед. То есть я не понимаю, почему он так... Побоялся трех крипов? Почему он побоялся? Нет, ну там вряд ли у крипов он боялся. Хороший щит сейчас от Лексуса, так или иначе. Блокирует тот самый дуэт. Да. Терпит, терпит пока. Кинзу терпит с Лексусом. Минус 28 крипов против Форелли. И пока будут терпеть, будут продолжать терпеть, потому что капля, еще один мана Кристалл. Будет, скорее всего, Каталист. Либо потерянная глава и быстрый выход в Архангел. Но это не даст армора, не даст полу ХП против Форелли. Конечно, желательно что-то из этого хотя бы иметь. Черный щит хороший по Кинзу. Кинзу сейчас может настреливать. Ультимейт идет неплохой, но тут же идет телепорт. Вот Кинзу... А, кстати, телепорт отменили, Юрий. Здесь гаджет может погибнуть. Мне кажется, Атом сбил телепорт. И это может Атом погибнуть, Атом погибает. Но Занзе подходит, Трай подходит тоже. Джастам нужно все максимально выходить. Но получится ли? Я думаю, что нет. Учитывая, что со скачка играют по Кинзу. Здесь хороший бандинг идет по Трайу. По Занзе можно доиграть. Но не доигрывают. Один в один убийство. В принципе, неплохое, плохое уж для Джастов. Не считая того, что Паранойя зачем-то пришел на бот. Вместо того, чтобы продавливать среднюю линию, пока Паранойя ничего не продавливает. Он имеет 2-0, погибает при этом и смещается не туда, куда нужно. То есть помочь отпушить бот? Надо ли это? Да не особо. Лучше бы на миде он мог попушить. Возможно, Атом здесь прервал Мумусу телепорт. Этого, к сожалению, друзья, мы пока не знаем. Возможно, да. Но, опять же, размен хороший. То есть убили... Кто у нас погиб? Прайс, да? От команды Джаст. Ну, гаджета убили. То есть прессинг гаджета останавливает потихоньку. Сейчас мы посмотрим. Здесь вовремя они отошли. Там Рингтон прям... Вот, смотри, Люциан. Надо на Люциана смотреть. Причем здесь драка? Размен, да. 1 в 11. Скачай, кинза, доиграл. Здорово, молодец. Все, Люциан на мид сразу. Вышку бей. Потому что есть опция, есть урон. Здесь погибает Атом. Это совсем не нужно Джастам. Атом сбил там телепорт, кстати. Потому что телепорт полностью в кулдаун пошел. Атом его сбил. И его сейчас наказали. Нет, нет, нет. Телепорт не пошел полностью в кулдаун как раз. Он на треть уменьшился. Ну, там анимация показала, что нет. Дим, телепорт. 5 минут. Если бы он полностью пошел кулдаун, прошло бы 3,5 минуты с момента драки. 3,5 минуты прошло. Я думаю, что будет. Ну, окей. Паранойя. Дерется. Неплохо дерется, неплохо. Микрит. Правильно делает, что не уходит сильно назад. Вот сейчас можно уже и назад выйти. Чуть более пассивно сыграть. Правильно делает. Тайки. Мумуса он забирает. У Мумуса нет ресурса, чтобы выйти. Лексус тревать сильно. Скачок Лексус прожимает здоровский. Вау. Вот это микроконтроль. От Паранойя мне очень сейчас понравилось. И уже теперь размен 3-0 в пользу джастов, Дмитрий. Да, вот сейчас, если в прошлой серии Роксы в первой игре в драках были намного сильнее, а в двух других играх там драк был чуть-чуть постабее, чем у веки. Не получалось правильно драки проводить. То здесь сейчас джасты в драках очень сильно переигрывают. Прям очень сильно переигрывают. И Занзу здесь и убили, цепанули его. Смотри, смотри, смотри. Стоит, дерется дальше. Не отходит назад. Все максимально правильно. Все максимально хорошо. Лексус как здорово зашел. Смотри, выиграл. О, секундомер был прекрасен. Сколько времени он вообще выиграл только что, Лексус? Секундомер. Да. Помансил, помансил, походил, скачок вниз прожал, выжил. Это важно. Это важно. Да, причем там Ирелия могла-то пульсирующим клинком забрать паранойю, а он ждал тут Маргану и в итоге не дождался. Камбэк жесткий от джастов. Последние драки, конечно, хорошая. Лексус-царь. Я только что похвалил паранойю, но для меня теперь в топ-1 драки стал Лексус, который выиграл время. Дмитрий, время... Юрий, ты посмотри, как тайки играет. Тайки... Я вот буду хвалить тайки, потому что тайки... Я вижу, как Лесник работает этой командой, и он прям... Он везде. Он везде просто находится. Постоянно. На миде, на боте. То есть тебе нравится, когда работают люди. Да, да. То есть он прям огромное количество работы проводит для победы. Для победы в этой игре. И в прошлом так вообще... Да и здесь 2-1-6 из 8 все 8. Во всех 8 участвовал Трандл. И вот как раз Ирелия, она очень не любит этих Трандлов, потому что, во-первых, резисты с них снимают. Во-вторых, Трандла ты никогда не задуэлишь один на один. А тем более, когда там рядом какая-нибудь Моргана стоит, которая тебя еще контролит. И вот этот Пилар, который максится вторым, там вообще просто беша, еще и не убежать. Только если скачок есть. Но это ты уже начинаешь не так и хвалить, а Трандл. Так, ну на Трандле, допустим, многие... Морской дракон, Дмитрий, тебе нравится? Пилар уже на 2. Многие Трандлы, не зная того, что нужно максить вторым Пилар, максят W. Для того, чтобы больше так спида там, бла-бла-бла. Это вообще супер неправильно. Это супер неправильно. Если вы так делаете, дорогие друзья, вам нужно переставать максить неправильно. Потому что нужно... Логично. Если вы так делаете, вам надо переставать так делать. Это правда. Это правда. Ультует прям по Грейвсу, который призывает Герольда. Первая вышка, кстати, была с джастами до сих пор. Ну. Там ума споткнулся. Честно, честно. Медлей. Что скажешь? Бывает, бывает, Юрна, бывает. Вообще там и рейдж был такой максимально огромный. Так. Я даже... Я не понял, что произошло. Скачок тайки прожал, видимо. Какую-то драку пытались Рокс здесь навязать. Что-то последние два каких-то момента очень-очень странно. Да, уже три. Уже три каких-то момента супер странно. Люциану не помогли отпушить Герольда. Ульта Мумуса. И какой-то... Какая-то стычка на центральной линии. Где кто-то исчез. Да. Куда он исчез-то? Не знаю. Нужен реплей. Нужен повтор. Если, если, да, если наши многоуважаемые коллеги смогут. То есть, на реплей это было бы здорово, друзья. Но до сих пор джасты начали очень плохо. Прям максимально плохо. 0-3 райз на пятой минуте. Блин, некоторые бы уже FF писали. Дмитрий, вот этот скин на райзе... Очень крутой. Я купил за рпшки, выигранные на турнире. Я его купил по какой-то скидке очень такой жесткой. Он там вообще понты стоил. Я купил всего... Еще когда, знаешь, я его купил, когда он до обновления визуального и не только райза. Еще когда он был очень плохой. На выигранной рпшке я зачастую покупал либо... Ну, я зачастую покупал ренеймы. Один раз я купил бандл героев, когда прям на... Еще тогда, там, то ли на Go for Wall-e я участвовал. Знаешь, прям в совсем первом сезоне. Потому что героев было мало. Чемпионов было мало. И я купил два скина. Это вот был Underworld TF. И вот этот вот... Райз. Я на... Самый первый свой выигранный рпшки на турнире. Еще на русском сервере. Я купил себе страницу RUN. Потому что играешь... А, да, страницу RUN. Потому что ты играешь двумя? Это просто жесть была. А, вот этот гаджет здесь... Ага, он застанил тайки. Смотри, смотри, смотри. Постыскать. На лево, что ли, скачок прыгнул? Он прожал его вперед. Нет, ультимейт, да. Он прожал его вперед, чтобы... И улетел на ультимейте тут же. Да, 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 да. Он прожал его вперед, чтобы попытаться и рейлю замерить. Я просто в гуще событий так и не понял, как он своим скачком преодолел две трети экрана. Так, Мумус, надеюсь, что ульта будет более удачная. Попадает под тайки, играет с скачка. И вот это уже неплохо. Но тайки прижимают ультимейт. Он будет достаточно танковый. Однако не максимально танковый, Дмитрий, что очень важно. Потому что теперь он играет еще. Теперь его убивают. Так. Ловит сейвера. Ну, здесь браума не пробить. Здесь браума не пробить. Райс фармит тем временем. Да, и по вышке там еще, может, постреляет. Забрать, наверное, не сможет, но продамажит неплохо. Для Кинзу такая минутка передохнуть. Отдохнуть от драк, от постоянных передвижений и напрыгивающих на тебя Грейсов до Ирелей. Непонятный телепорт для меня лично. Был паранойя и Лексус. Двоем точно дефили выше? Ну, Кинзу, может, хотел крипов. Но тут как бы есть... У паранойя отобрать? Ну, да. Ну, я считаю, что это ворса, Дмитрий. Так, гаджет. Промахиваться оглушением. А гаджет-то уже отстает по уровню, Юр. Минус один. То есть только девятый. Ну, потому что на топе. Ну, Райс... Да, сейчас он вот только десятый будет получат. А Райс уже. Ну, так, потихонечку-то Райс возвращается. То есть по предметам уже не так плохо. Уже объятия Серафима на 100 калса. Это очень важно, потому что они дают 3% от максимальной маны, которая конвертируется в абилити пауэр. То есть сила умений. Так. Вот, вот, вот. Сфера забвения, Дима. Угу. Появляется сейчас. Сейчас уже, в принципе, в тимфате Кинзу там настреливать будет еще побольше. Но сейчас нужно как-то, наверное, немножко джастам зафризить игру. Хотя, с другой стороны, у вас Ринниктон не очень хочется зафризить, потому что Орн просто сильнее, чем Ринниктон будет. И полезнее. Но Люциан плюс Райс, Трандалл, Маргана. Четыре чемпиона очень сильные. А там справа Кассиопея, Грейс, Орн. Да, всех, в принципе, да. Конечно. Но предметы нужны без предметов никуда. О, ловит у Сача. Здесь пытались убить Трая, но он просто спокойно, окменяющий взгляд, и вышел. Вообще легко. Тайки потерял ультимейт. А, и, кстати, паранойю тоже. Знаешь, что интересно, Дима? Так. Во-первых, что Максит Маргана, да, это я хотел посмотреть. Я это увидел. Хм, Q на 3 и вот щит на 3, это правильно. Да, это максимально прям, знаешь, среднее. Ульта от Мумуса попадает по Лексусу, Лексус минус. Играют дальше. О, отличное подкидывание от Мумуса. Минус 2 еще. Гаджет играет дальше, два прыжка, пометка минус 3 и минус 4. Атом ничего здесь не делает, и эта игра очень плотно идет в пользу команды Рокс теперь. Да, прекрасный дайв. Мумуса там хорошо сыграл по Моргане. Ее просто уничтожили за... Даже к ней не подходя. Там просто с максимального ренжа косты кинули, взорвали ее. И потом в хорошие острия авангарда просто по всем попал там гаджет. Подождал, сразу не прыгнул. Начали танковать вышку уже танки. И он потом уже залетел, прекрасно пропрыгал, троих забрал. Ну и телепорты никто, но, наверное, все-таки уже поздно. Уже было очень поздно. Лучше бы уже Т2, наверное, забирал. Этот ультимейт был очень хороший, потому что черный щит пошел по Кинзу. Лексус здесь подставился, скачок был. Наверное, нужно было прожимать назад. И здесь, ну и Мумус, конечно, троих подкинул. Очень хорошо сыграл. Ать, ать, два прыжка. Да, здесь, конечно. Ну, гаджет здесь показал всю механику рейли. Как это происходит. Как это происходит, вот так вот, ребят. И Мумус не забрал Т2 на топе, на боте, извиняюсь, не успел на мид. К сожалению, уже вся команда умерла. Ничем он не смог ее поддержать. Нет, это Атом не успел. А я что? Да, извиняюсь. Атом как раз... Мумус как раз китцарский вообще сыграл. То есть с ульты подкинул одну цель, да, но потом какой-то прожег был в троих, Дим. Ну, прям хочется сказать какое-то слово из своего никнейма. Вот даже так он сыграл. Согласен ли? Да, хорошо. Я поддерживаю. Дима. Что, Юш? Вот знаешь, Юрий, кстати, сегодня, что тайки, что Занза показывают вот такую небольшую корейскую сейчас мету еще. Вот они покупают секундомеры, только чуть поздние, да? Так. В мета сейчас, скорее, вот ты покупаешь воитель на лесника, и потом ты берешь секундомер. Для чего это сделано? Потому что будет по-любому какая-нибудь стычка где-нибудь, там, 2 на 2, 3 на 3 и так далее. И у тебя будет секундомер преимущество. Тебя уже не ваншот тут, а ты какая-нибудь талия, которая прыгает вперед. И ты выиграешь время. И вот сегодня уже много, кстати, секундомеров. В прошлой игре у тайки был на талии, когда они дайвили там... Да. Ну, он поздноватый по меркам в коре. Ну, они уже есть, это хорошо. И вот сейчас у Занзы секундомер, то есть 600 золота, вложение очень хорошее. Так что у этого Грейвиса быстро убить не получится. Ну, учитывая, что у него и так есть черная секира и нельзя таби, между прочим. Заканчивая тем, что есть теперь еще и секундомер. Он может прямо на себя байтить вперед, летать, проживать секундомер, там придет у кузнеца. Да, это как был, вроде бы, весенний, весенний полуфинал, когда стажер на Грейса и Дэбл Эм из Вейвихса собирали на Грейса вторым предметом. Не черную секиру, там, а Га. Или после черной секира они собирали Га, когда еще Ган не давала АД, а просто армор им рез и пассивку, собственно, воскрешение. Я помню, я с Лазаней в команде играл, собирал Га, Ананасу или суперный предмет. Без сапог? Вообще без всего. И как игра была, Юр? Он собирал Га, знаешь, после, по-моему, после вот этого предмета, Лизард или как он назывался? Да, да, да. Инициация от Джаст идет. Неплохая ульта от Райза, только Райз сразу погиб. Вот, кстати, погиб и Занза, секундомер он не спас, но тут еще погибает паранойя. И Джасты выходят в третью игру. По крайней мере, Лексус, да. Выходят в третью игру, Дмитрий? Я услыхал. Здесь я... Согласен, я вижу Крок, и я готов поставить, что да, 1-1 будет. И Джей, вот Рау, Роксты. Ой-ой-ой, не угадал, трай. Роксты демонстрируют, что рановато, рановато их списываются с щитов, и ответка хорошая. Конечно, не такая, как была в первой игре, а Джаст по Рокстам, но Роксты все равно хорошо бьют. Ну, они сейчас максимально ведут, 6,5 тысяч долота. Дмитрий, наконец-то закончились иконические драконы. Начались воздушные. Сегодня только твои любимые, Дмитрий, драконы. Ну, хотя бы один огненный был. Да. Хотя бы один был, и на том спасибо. По барону работают. По барону. По барону работают Роксы. Но Джасты не хотят его отдавать. Ну, так, чуть-чуть совсем пострелял. Поработали немного. Поработали немного, можно и отдохнуть, как бы. Да. Мы писали, мы писали. Наши хлопчики устали, нужно с барона отойти. Ну, нужна физкульт-минутка. Да, да, да. Нужно с барона отойти и потом опять прийти за него уже. Дим, ты что, поэт? Да, да. Белгородский. Белгородский. Кстати, что интересно, гаджет играет... Белгородский. Гаджет играет не с терраком, вторым предметом, а именно с верой черной секиру. Ой, с черной секиру, извиняюсь, а, технологическую гидру. Больше демеджа, больше демеджа. Ну, и позволяет, наверное, преимущество, его статистика. То есть, крипов много. Плюс 8-3-6. То есть, участий тоже огромное количество. 14 из 17 у... Ну, не могу сказать, а дэшника. Чемпиона на позиции. Стрелка. Знаешь, вот 2-1-6 у тайки превратились в 2-4-7, к сожалению. Для твоей похвалы. Ну, опять же, все равно 9 из 9. То есть, лесник участвует во всем. Все начинается с лесником. То есть, без него ничего не делается. То есть, если бы сейчас, допустим, там еще... Ну, Дим, я предпочитаю, например, Трая, у которого 3-0-7. Потому что это 0 смертей. Я думаю, тайки тоже предпочел бы Трая в этой игре с 3-0-7. Я думаю, тайки предпочел бы сам 3-0-7. Да, да. Но не умирать за Трандла сложно. Особенно, когда вот так вот игра идет. Особенно, когда ты участвуешь во всех киллах, которые делают. Да, и когда вы еще отстаете, то есть, по самой игре. То есть, там и в начале там все плохо было на боте, там отставание. 4 смерти это еще даже мало. Даже еще мало. Потому что в дальнейшем будет больше. Потому что танковать кому-то придется. Рениктон будет помогать танковать. Но Трандл все равно будет в центре событий. Его будут бить первым. Пытаются, пытаются пока замедлять игру. Команда Джасом. Нужно какие-то предметы побольше получить для Роботон. Хотя бы на Кинзу. Родакая просто, понимаешь, Кассиопея уже. Да, Кассиопея монстр, конечно. Ирелья монстр. 3 предмета Кассиопея, Дмитрий! Я бы не хотел быть на позиции Паранойи сейчас. Особенно и Сань еще. Да. Потому что ты там можешь дожить все что угодно. Тебя просто зафыркивают. И ты все равно меньше дамажишь, чем Кассиопея. Миазма на тебя кидают. Дешнуться не можешь. Но пока Кири у команды Рокс монстр. Что Крэйс там с предметами, что Трай, что Гаджет. То есть все получили... Было бы интересно посмотреть, что Кассиопея максит, кстати, вторым. Вей, Вей или Кушку. Ага, все-таки Кушку. Все-таки Кушку, Дмитрий. Есть силь максит в Мязму? Ну, Кири так делает. Кто? Кира. Кири? Ну, Кири, да. Кири, конечно, в этом плане он там очень любит. Ой, здесь инициация хорошая поджаст идет. И забирает здесь лицо на 100%. Там еще есть один пульсирующий Клинок. Забрал. Еще и изнурение на себя выманил Гаджет. Ну, Атом ультанул, когда полтора его союзника были мертвы. То есть, как бы, если бы у Атома было урона раза в три больше, то он бы сейчас мог всех убить. Там, кстати, Тайки не ультанул вообще. А он, я понимаю, не в драке был, он был не с командой. Так он был, может быть, даже рядом с командой, но а что толку? Он понял, что нужно бежать. Как бы в паранойю прыгнули, убили, аншотнули. Ну, это все. Это все, да. Здесь будет сложно камбэкнуться. Здесь это будет... Как и в прошлой игре. Не-не, эта игра была более близкая. То есть, там на 23-й минуте было минус 2 ингибитора, Дима. Здесь все-таки 29-ая, вот сейчас уже пойдет. И Т3 только... Если в прошлой игре, когда Джаст играли против Рокс, там раньше стало понятно, что уже все, то в этой игре, вот после этого, после этой драки, и забранного оборона, и вышки Т3, уже, уже скорее всего, все. Нужно прям как-то очень постараться, чтобы... чтобы это перевернуть. Вон тайки был слева, смотри. Ну да, он там... В смысле, он был не в драке. Он ушел вниз, а команда не будет. Он фэсчекнул и убежал. И, конечно, Рокс там просто дочистили его тиммейтов. Здесь Крох пытался как-то разыграть, что-то там сделать, но ничего не получается пока. Пока сегодня Ленингтоны неудачны. Особо они и преимущества не захватывают, и по карте особо они не полезны. Но и обвинять Ленингтонов вот в этой игре нельзя. Инвейд погубил, конечно, Джаст, потому что контр-инвейд от Рокс был прекрасный. И должны были Джастита прочитать. Обязаны были. Причем, знаешь, что, Юрий, такой уже был. Было неделю назад, когда там тоже был какой-то инвейд наверх, а потом Лула возвращалась через лес, и ее просто на красном бафе убили, и все. И с этого начались проблемы огромные. Но тут даже жестче, тут даже жестче. Тут Райс после телепорта еще и погиб. Нужно дефить ингибиторы сейчас. Барон есть. Да попробуй по деф. Да, попробуй по деф. Да-да, мид ингибиторы 5 в С4 дефить нетрудно. Когда на топе миньона подходит. Тачанка на топе подошла, Дмитрий. Хотят сыграть, но Крока просто фокусят инстантом. Идет по нему острия авангарда. Здесь атомы не выйти. Это количество времени, это не так уж и плохо, но... Все равно минусует, минус 2. И это... Да, это игра сейчас, я думаю, будет уже. Да, крипы там скоро подойдут. Ингибиторы заберут. Забирает 1-1. Друзья, 1-1. Роксы здорово отвечают в еще одной игре. И наконец-то, Дмитрий, я очень рад, что это будет все-таки серия до двух побед. Полноценная. Это будет не 2-0. Это уже будет точно 2-1. Потому что уже счет 1-1, Дмитрий. И... Роксы сегодня, даже если проиграют, то есть не в сухую. То есть не в сухую. Если выиграют, то... Так, ажастые могут сейчас проиграть? В смысле, Роксы? Да, да, да. Не, я пока только начал, но я только начал. Спитч. 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 Вот. Рокс пока много экспериментов. Много экспериментов. То есть каждая игра что-то новое. Каждая игра что-то новое. Все игры. Первый Бранд, потом во второй игре... С чем они играли? Подожди. Ладно. Третья игра у них был Зилен. А не, подожди, во второй. Дмитрий, ты сейчас меня немножко пугаешь. Ладно. Третья игра все самая козырная была. Карма и Орн. Мы такого, такого мы, вы и мы еще не видели. И вот сейчас и Рейли на нижней игре. Вторая игра была Тамкенч-Эзриэль. Да. Да, то есть стандарт. Потом опять... Такое. Я даже не знаю, что... Я, может быть, даже Брэнда предпочту Эзриэль сейчас. Нет, но я имею в виду стандарт, то есть стандартный метод. Ну вот здесь, да, джасты, джасты, конечно. Но просто они неправильный роут выбрали. Ну зачем они шли на красное усиление? Отдали бы, пошли на синий. То есть тут правильно взяли ФБ, но потом решили взять то, что они считали, что им принадлежит, а это им не принадлежит. Это им принадлежит тогда, когда у них 5 скачков, а не 0. Такие дела. Да, ну здесь, конечно, гаджет. Если бы не вот эти ганки-тайки, ботлейной не было бы у джаста вообще. Вообще бы не было ботлейной у джаста. Потому что Инзо отставал очень сильно, Морган отставал еще больше. Да, хоть какие-то ассисты, хоть какое-то золото. Хоть как-то остановил ботлейн от полного дизастера, знаешь, потому что, ну... 0.3 райс, в 0.7 уезжает, я так скажу, практически как корки с горки. Здесь, конечно, Занза очень любит прыгать вперед, прям под вышки с скачков. Знает механику правильную Грейвса. Да, разрывает, конечно, счет. Это была отличная драка для джастов. Тут они практически камбэкнули. Они там прям камбэкнули полностью. Смотри на Лексуса еще раз, вот наслаждаюсь этим моментом. Ульта в двоих. Секундомер. Правильный секундомер. После этого сбайдил на себя ульту и рейли еще и вышел. Еще и Байден, кстати, перед скачком. Да, 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 да. Да, да, да. Так вот, вот эта драка вроде бы плохая. Да, 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 это та самая драка сейчас ульта на Моргану. Ее тут взрывают просто за секунду. Ну, рейликтона нет и троих подкинули. Да, и рейли по троим попала ультой. И тут еще Мумус троих подкинул через вышку. Ну, тут, конечно, да, вообще развал был просто в ноль. Максимальный был развал, друзья. И на этом джасты, собственно, и поехали в третью игру, потому что могли бы они, могли поддержать. Ну, здесь была попытка инициировать в Занзу, его даже убили. Он не успел прожать секундомер, но тут и не особо важно. Такой ценой. Да, такой ценой. Трай подошел со спины, Лексусу некуда было убежать. Даже, кстати, без Трай, без Кассиопея. Представьте, что было бы, если Кассиопея рядом была. Ну, инициации просто от Джасоба тогда не было. Кассиопея рядом стояла. Тайки здесь первый, кто фейс-чекнул. Поставил хороший пилар, но там уже гаджет, конечно, слишком. Не, это уже все. Это прям совсем уже было добивание, добивание уже. Да, гаджет там, конечно, Лициана просто разорвал. То, что рядом вся была команда, конечно, Тайки. Ну, и Рейли, которая его расфиживается, она, конечно, стрелков не чувствует вообще. Вообще нет. Что ж, друзья, отличная игра была от Раксов. Хорошо они плотненько смогли игру закончить. То есть здесь, ну, последняя драка, она уже не так сильно концептуально важна. Потому что уже было понятно, какое сильное преимущество Барон Бафф. Возможно, они могли бы замедлить ее, Джасты, но не изменить кардинальным образом. Поэтому счет 1-1, и нас ждет финальная третья игра во втором. Противостояние двух команд континентальной лиги на LCL Open Cup. Это групповая стадия, и мы вернемся после небольшой паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин